Смотрите сегодня в программе. Стекломой или афганская гуманитарка? У них растет зависть к нашей свободе, а у нас растет жалость к народу Украины. Как Захарченко равного себе искать принялся и что из этого получилось? Для того, чтобы с Киевом объясняться или разговаривать, мне нужен равный по статусу. Антифашисты сотого уровня. О чем пишут газеты недоросей? Укражур на шлюшке робко сообщили, что морда свина пока не пригласили. И как не наступит на Игиловца, Вщурова или Белосарайки? Какой там только дрянин нынче не водится. Радикальные исламисты, одичавшие грузины, людоеды всех мастей. Обама сделал свое дело, Клинтон может приходить. Саммит Большой двадцатки в Ханчжоу завершен. Лидеры обсудили самые острые проблемы. Китайский провал Кремля. Что касается нормандского формата, хорошо это или плохо, но другого варианта хотя бы предпринимать попытки урегулирования нет. Почему победная многоходовочка в европейский кукиш превратилась? Французский лидер на своей странице в социальных сетях поспешил заявить к тому же о скорой встрече нормандской четверки. И путинские солдаты вместо международных наблюдателей. Подожди, Тапик звонит. Нас обстреливают, не стреляют. Нам далось, что мы не стреляем. Зачем боевики выживают ОБСЕ из Донецка? На территории подконтрольной боевикам ДНР украли камеры ОБСЕ. Об этом миссия сообщила на официальной странице в Твиттере. Это антизомби. Территория без пропаганды. Эпиграф. Как хорошо уметь читать. Не надо к маме приставать, не надо бабушку трясти. Прости, пожалуйста, прочти. Еще в первый день знакомства Обама пообещал каждому из работающих на программе за просмотр российских новостей по мешку печенек сверх нормы. Ну, тут как бы все по-честному. Все же понимают, что если каждый день щелкать телевизионным пультом от Киселева до его пробника... Чему удивляться? А чему удивляться? Можно конкретно приболеть. Но на прошлой неделе тихая и размеренная жизнь в Белом доме подошла к концу. Агенты Кремля, желая увеличить госдолг США, подбросили в редакцию антизомби новоросскую прессу. В 2014 году на территории ДНР начали появляться новые телеканалы, радиостанции и даже печатные издания. Печатные издания. Издания. И это был тот самый случай, когда быстро стало понятно, что за один дополнительный мешок печенек больше никто работать не будет. Здоровье, оно важнее. Вот, почитайте, почитайте. Это ж даже не Вика Цыпленкова. Совпадение, наверное, нелепая случайность или знак судьбы. Как уверяют историки, именно 24 августа 79-го года произошло одно из самых катастрофических извержений Везувия. Еще в прошлой программе мы показывали вам эту убойную статью про странную связь между Везувием и Украиной. Но это там, где серьезные новоросские эксперты доказали, что взрыв вулкана и День независимости Украины – это звенья одной цепи. Печальная историческая параллель, легко проводимая с Днем независимости Украины. Так получилось, что спустя века, именно в этот день, 24 августа, Украину угораздило стать тем, чем она является сегодня. В тот момент нам казалось, что если они напишут что-то еще покруче, то тут и инфаркт может случиться. Эх, вот она молодость да наивность. В общем, всю эту неделю у нашей базы в Таллине круглосуточно дежурили две бригады скорой помощи, а литовские снайперши заботливо отпаивали каждого сотрудничка молочком. Тут как раз въедливые блогеры принялись постить рисунки из серии «Как рождается в ад». Но смеем всех заверить, что от условного Киселева разве что вот так ватка может родиться. Ну или ватушка. А вата или ватище точно появляются после долгих томных ночей с вот такой газеткой в руках. Одноименная газета «Новороссия». Я ее положу в автобусе, и вы сможете ее взять и почитать. Ну а начнем с общего, а потом уже перейдем к частному. Как и следовало ожидать, газеты на оккупированных территориях – это одна сплошная перемога Новороссии. Проблем вообще никаких нет. Впрочем, сами почитайте заголовки. В республике продолжается модернизация предприятий. По всем отраслям экономики республики наблюдается рост. В этом квартале планируем повысить пенсии. Образование. Во! Сарплаты. Во! Пенсии. Вообще во-во! Спасибо барину за счастливую жизнь! Александр Захарченко. Люди верят в республику. Ленин и Сталин, глядя на все это, ворочаясь в гробах, пускают слезы умиления. А если вы уже вынюхали вдруг весь флакончик с надписью «Запахи Северной Кореи», то можно смело нюхнуть любую донецкую газетенку. Разницы вообще никакой. Но настало время охласть на хлебушек-колбасу и переходить к главному. А главное здесь даже не в том, о чем они пишут. Здесь-то как раз большой сенсации нет. У красми неустанно твердят о решающей роли щены в Мерлой в мировой политике. Куда важнее содержание, стилистика, да и просто отдельные фразочки. Да что там говорить? Просто посмотрите, что читают люди на оккупированных территориях. Кастрюлеголовые йовбаки искренне верят, что их свинарник – это центр вселенной. Кастрюлеголовые йовбаки в свинарнике! Согласитесь, это мощно! Для тех, кто не понял, это не комментарий из группы «Антимайдан» ВКонтакте, а выдержка из газеты «Новороссия». Популярного, а главное, официально зарегистрированного источника. Газета «Новороссия» является первым регулярным изданием в Донецкой Народной Республике, дебютный выпуск которого жители Донбасса увидели в мае 2014 года. Если кто-то думает, что это редактор в день рождения накатил и душеньку отвел, то сразу расслабьтесь. Эта версия прокатит только в том случае, если у этого, с позволения сказать, редактора днюха каждую неделю. Впрочем, здесь не нужны комментарии, главное просто читать. В Ханчжоу пригласили и президента Казахстана Назарбаева, на что укрожурношлюшки робко сообщили, что мордосвина пока не пригласили. Журношлюхи! Мордосвин! А есть ведь даже и вот такие вот вариантики! Целый месяц у КРАСМИ вещали свои пастры свидетелей безвизового режима о том, как поросенков будет рассекать на полях саммита. А ведь это та самая публика, которая волосья на груди рвет, рассказывая, как близка им русская классика. Учись, Толстой! И ты, Достоевский, учись! Вот как писать нужно! Но мы-то с вами понимаем, что самые ярые защитники русского языка, как правило, ни самого языка, ни литературы толком не знают. Да и вообще, свои книжки он пусть либерасты читают. Настоящему патриоту русского мира главное, чтобы соросовская макулатура в народ не попала. Информацию о том, что в Воркуте сожгли книги, сейчас проверяют в Минкультуре. Накануне об этом сообщили местные журналисты. Учебники были изданы на средства фонда Сороса в прошлом году. Но это же еще не все! Читать или не читать – это дело житейское, каждый решает сам. А вот то, что в основе русского мира лежит антифашизм, это общеизвестно. Капрал Сластика, вон, сутками бдит. Никогда Сластика, фашистская Сластика не будет развиваться над русской землей. Но мы не позволим, что на Донбассе хоть когда-нибудь поднялась эта ебаная Сластика. Естественно, что все пропитано антифашизмом и в газетах Новороссии. Шутка ли? Все ж хохлы-то предатели недобитые. Вот как мы с ними рядом всю жизнь жили? Немцы, вы немцы! Короче, Гитлер – капуст. К чему мы все это? Да к тому, что нам, темным да диким, надо бы научиться азам антифашизма у духовных и прогрессивных товарищей. Ага, вот вам урок первый. Опять-таки, газета «Новороссия». Учимся правильно называть, нет, даже не страны, а целые народы! На празднование юбилейного 25-го дня незалежности приглашения были торжественно разосланы руководством всех стран, кроме РФ. Не приехал никто, даже шпротные шавки и грызуны. Ух, красавчики! У-у-у, антифашисты! Люба дорого смотреть! Для тех, кто не понял, шпротные шавки – это народы Прибалтики. А кто такие грызуны? Ну, вы, наверное, сами догадались. А теперь угадайте с одного раза, вот хоть кто-нибудь из чиновников пожурил авторов этой помойки. Да, как бы не так, это реально нужно увидеть и запомнить. Мужичок, который пишет о шпротных шавках, грызунах и свинарнике, получает, внимание, вот такую чудесную награду! За добросовестный труд, высокий профессионализм, вклад в формирование культуры честной и свободной журналистики. Наградить Дезорцева Дмитрия, главного редактора газеты «Новороссия». Слушайте, а может, они потроллили просто этого автора наградой за культуру? Это же, пожалуй, то же самое, что проститутке подарить медаль за девственность. Надо дать им должное. Они сумели создать вот эту вот глубоко отвратительную цивилизацию заплеванной подворотни, где высшей доблестью считается умение смачно харкнуть на потолок так, чтобы вот эта вот желательно упала кому-нибудь на голову под гогот товарищей по оружию. Тут, конечно, новороссы занегодуют, что, мол, ладно, ладно, может, слов мы и не подбираем, зато нет в мире газет объективнее наших. Ну, разве что вестник «Единой России» и то в качестве исключения. Туристы-сепаратисты. Эту статью из рубрики «Объективнее некуда» мы специально оставили на сладкое, хотя таких там через одну. Но это тот самый случай, когда память о прошедшем лете свежа у каждого. И все смогут оценить, насколько правдива российская пропаганда. Министр туризма Республики Крым Сергей Стрельбицкий совсем недавно озвучил цифру в 1,7 миллионов отдыхающих из Украины, уже посетивших Крым этим летом. Оказывается, отдыхать в Украине больше негде. В Днепру крышка, а в Херсоне грязно. Вот, собственно, и все. Днепр загнил. Из-за аномальной жары он перегрелся, рыба передохла, вода цветет и пахнет неприятно. Киевское море заросло плесенью, а херсонские пляжи напоминают помойку. Нормальных пляжей толком-то и не осталось, а на те, что есть, мамочки с детьми попасть не могут. И угадайте с одного раза почему. Какой там только дряни нынче не водится. Радикальные исламисты, одичавшие грузины, людоеды всех мастей. Игиловцы, дикие грузины и людоеды. Вот, кто теперь в Украине на песочке греется. А простые люди, закусив губу и пытаясь случайно не наступить на игиловцев, тайком пробираются в Крым. Кто напрямую через херсонские пункты, кто объездом через Ростов. Но заезжают. Естественно, даже если речь идет об отдыхе в Украине, нельзя хотя бы кончиком языка не лизнуть сапоги царю. Ну, не зря же лицензию выдавали. С бордом на украинских туристов ласково улыбается Владимир Владимирович. А в любом населенном пункте можно найти фотоплощадку с российским триколором и надписью «Крым наш». И ничего, фотографируются. Слыхали? Улыбается всем Путин. А наши в очередь строятся фотографироваться. Тут на самом деле близко к правде. Только для полноты картины надо было уточнить, что президент России в Крыму еще и с забором отдыхающим улыбается. Ну и напоследок. Это фотографии с украинских курортов. Фотографии этого сезона. Вот в Затоке игиловцы отзагорают. А это в Бердянске грузинские наемники мам с детьми на пляж не пустили. А это Щурово Донецкой области. Не людоедам есть сюда строго запрещен. Какой там только дряни нынче не водится. Радикальные исламисты, одичавшие грузины, людоеды всех мастей. А теперь самое главное. Если это все печатают, значит есть и читатель, то есть тот, кто во все это верит. И вот он корень той агрессии, жестокости, парадов пленных и привязываний женщин к столбам. Ведь чего еще ожидать от людей, которые каждый день читают все это? Смотрите далее в программе. Стекломой или афганская гуманитарка? У них растет зависть к нашей свободе, а у нас растет жалость к народу Украины. Как Захарченко равного себе искать принялся и что из этого получилось? Для того, чтобы с Киевом объясняться или разговаривать, мне нужен равный по статусу. Это антизомби. Территория без пропаганды. Давно известно, что антизомби финансируется госдепом США. Ну и Вика Нуланд с зарплаты пару копеек всегда отсыпит. Здесь вам United States of Turkey, Америка. Мамой клянусь. Однако мало кто знает, что помогают нам даже с оккупированных территорий. Сегодня юбилейная 73-я программа, и мы просто не можем не показать вам рекламу этих героических людей. Не любишь антизомби? Украсми все врут. Донецкая клиника «Золотой проктолог» ждет гостей. Только тонкие иглы, только самовья леска. «Золотой проктолог» и ваш домашний бургин смотрит телевизор спокойно. На самом деле, изначально мы планировали сделать сюжет о вот этом чудесном товарище. Меня зовут Юрий Подкопаев. Вот с главного и начнем. Для тех, кто не знает, это звезда российского канала «Звезда». Но это там, где солдата на носилках в корову превращали. Но вспомнили мы о мужичке не из-за старых баянов. Просто его теория об успехах легендарного пловца «Фелбса» может лечь в основу всей российской пропаганды. А к «Фелбсу» есть вопросы. Вы вообще его видели? Тут уже даже не допинг. Это ж мутант какой-то. Проверять надо его родителей на генетические сдвиги. Закусите и выкусите, русофобы! Мутант ваш, пиндос! Вот все медали и берет. Руки удлинили, ноги укоротили. Потребляет 12 тысяч килокалорий. Это ему нужно 25 бургеров в день. Нет, в России-то и раньше подозревали, что в успехах Запада без рептилоидов не обошлось. Америкой правят инопланетные нацисты. Но теперь же можно же этот шаблончик в любой удобной ситуации применять. Продули снова в хоккей канадцам? Мутанты-рептилоиды эти ваши канадцы! А что, ну если с «Фелбсом» прокатило, то и с хоккеистами как по маслу пойдет. Я уверен, рептилоид написал в лифте у главного редактора этой программы. Вот он заходит так, ой, опять рептилоиды мочились. Конечно, жалко то мировоззрение, которое объясняет устройство мира при помощи, ну вот этих вот, ну, условно говоря, бабайки, бабы-яги и барабашки. Благо в чудесных молодых недокосударствах никаких рептилоидов нет. Оттого и русский мир удается строить так, что прям душа радуется. Вот, хоть сферу обслуживания взять. Помните новоросский ответ гамбургерам и хэппи-милам? В Донецкой Народной Республике гражданам свои двери распахнул дом МАК, собирая возле себя километровые очереди. 16 июля, 11 часов утра, стала вторая красная дата в нашем календаре. Еще тогда было понятно, что дешевой обамовской подделке, растыканной по всему миру, не устоять перед элитным сервисом Тон МАКа. Вот, например, всем буржуям пособие. Как надо общаться с недовольными клиентами. Иди туда, всем известно куда. Коротко и емко. Это пусть под пиндосники сопли жуют со своими. Извинить, пожалуйста. Не для того республика строилась. Да извините. Да пожалуйста, мерси. Мучайте сами себя, как при царском режиме. С другой стороны, вы не особо удивляетесь, если завтра на дивном канале Аплод расскажут, что посылать клиентов на три буквы – это спланированная акция. Мол, честными и прямыми людей нужно воспитывать. А если за прямоту, пятерка в дневник, то за честность пока твердая двойка. У нас дети идут в школу, у нас работают учебные заведения. В этом году поступили 16 806 человек на первый курс. Вот эти прыжки без шеста мы слушаем второй год. Вангуем, что скоро студенты будут Оксфорд сбросать, только бы в Донецком торговом учиться. Всего у нас сегодня в образовательной организации высшего профессионального образования, то есть вузы, пришли 35 549 студентов, что на 2000 больше, чем в прошлом году. И пока в аэропорту Лондона все замерли в ожидании билетов на Ростов, толпы украинцев и россиян уже расселяются в общагах на улице Розы Люксембург. 52% составляют абитуриенты Донецкой Народной Республики, остальные абитуриенты из Украины, из Российской Федерации и из Луганской Народной Республики. Представляете уровень? Живешь ты такой в Краснодаре или Воронеже и думаешь, а куда же мне поступать-то? У себя в городе или, может, в Донецк рвануть? Ну, туда, где война и дипломы липовые. Да о чем речь? Конечно же в Донецк, что думать-то? Это ж логично. Абитуриенты из Украины, из Российской Федерации и из Луганской Народной Республики. Правда, стоит закончиться минутке прокачки мозгов о всеобщем счастье, как случаются странные вещи. Университеты на словах ломятся от студентов, а на деле, прямо во время учебного года, вдруг объявляются экстренные наборы. Уважаемые абитуриенты, с 1 по 10 сентября 2016 года объявляется дополнительный набор в Дону. Точнее всего, ситуация понятна из вот этого объявления в Донецком университете управления. В когда-то элитной академии ищут, да хоть бы кого-то, даже не на контракт, а на бюджет. Дополнительный набор на бюджет. Прием без государственной итоговой аттестации, без вступительных экзаменов. Так это как бы вузы. Что уж там о бурситетах говорить. Но вы ведь понимаете, что если шарик постоянно лопается, то надо хотя бы громко кричать, что он надутый. С другой стороны, чего уж там удивляться бездарному вранью Чинуш попроще, когда на самых верхах рыба не то чтобы с головы подгнивала, а полностью сгнила. 1 сентября в городе Острава состоится торжественное открытие представительского центра ДНР в Чехии. Этот пример должен увидеть каждый. Ну просто, чтобы понимать космический уровень по ту сторону баррикад. Республика-то она признается потихоньку. Вон на квартире в Чехии целое представительство открыли. Это первое официально зарегистрированное представительство республики в странах Европейского Союза. Сначала, правда, хотели прям в рюмочной местной устроиться. Ну, чтобы по два раза не ходить. Но там, как назло, ЛНР-овцы все заняли. Даже боярышник свой завезли. А потому решили донецкие новоросы красотой брать. Милости прошу, к нашему шалашу разрывались целую неделю новоросские каналы. А Сашка Захарченко, он даже замечтался. Мол, жди Америка, вон Техас на Т-64 до Вашингтона доедет и тоже консульство откроет. И в Америке можем представительство на Национародной республике открыть. Сразу после выборов. Под такое дело решил командант и набраться смелости и окно в Гейропу рубить. Сейчас как приедут западные журналисты, как расскажу им, что к чему. Они-то глупые живут в своих Германиях и не знают, что вообще не сегодня-завтра крякнут. Германия – великая страна с великой историей. Превращается сейчас просто в серую массу. Этого нельзя допустить. Поэтому любой европейец может приехать сюда, посмотреть. И действительно, мы станем мазком между русским миром и Европой. Что? Когда удельный князь, пастуховки и гладковки, живущие на рублевые подачки соседа, учит жизни одну из самых сильных и богатых стран мира, это уже смешно. Но там еще и покруче перлы будут. А мы пока посмотрим, что там за именитые иностранные журналисты. К знатоку куриных бедрышек и потрошков приехали. Уровень понятен. Да даже вот на этом стоп-кадре со спины. Сразу три забугорных гостя совершенно случайно оказались в камуфляже да в тельняшках. Ай-ны-ны. А отдельные товарищи, ну чтобы не мелочиться, сразу пришли с шевронами Новороссии. Интересно, откуда корреспондент? CNN? BBC? Все-таки серьезная встреча. Я здесь официальный международный наблюдатель Праймерис. Ну а теперь настало время щелкать их по носу. Потому что на третий год войны к Александеру даже всегда лояльный лайф-ньюс на огонек не приезжает. Так кто же эти чудо-журналисты? Главный редактор Дунай, информагентство Дунай. Кристальнян, представитель пресс-центра Дунай. Витторио Никола Ранжелони, Дунай Ньюс. Большинство товарищей тетруются как работники некоего Дониньюс. Просто зайдите на сайт и посмотрите, что это такое. Кому лень смотреть, рассказываем. Это бродячий цирк при Министерстве иностранных дел ДНР. Данай. Донецкий международный пресс-центр. Источник информации и контактный центр для журналистов и иностранных гостей, прибывающих в ДНР для прояснения реальной обстановки, происходящего в регионе. Переводят бредовые откровения Басурина на разные языки, да про карателей пишут. В общем, ясно-понятно. Но что получается в итоге? Александр Захарченко позвал задавать вопросики людей, которые кормятся с руки Александра Захарченко. А их в Финляндии до Франции это офис по улице Артема в центре Донецка. Не, ну красиво же, да? Наш офис расположен в центре Донецка на улице Артема, 97, офис 320. И с остальными та же песня. Вот очень независимый журналист из Италии. В Италии они все независимые журналисты с флагом не до России позируют. Витторио Никола Ранжелони, Донай Ньюс. А вот эту журналистку якобы из России мы, признаться, очень любим. Девушка занимает почетное второе место по сливу позиций боевиков. Ну а первое прочно удерживает юная нимфа с Юниона. Но дело здесь даже не в этом. Видать, для отчета побольше стран нужно было. Ведь на самом деле эта журналистка, которую титруют из России, всю жизнь прожила в Донецке. А ты тоже... Я сама, да, я дончанка. А напоследок добавим лишь маленький штришок. Это статус на личной странице журналистки. Минус одна, укротварь. И стоит ли говорить, что перед такой невзыскательной публикой Сахарченко мог резвиться до посинения? Мы не позиционируем себя как лассалами Соединенных Штатов. Наоборот, мы готовы с ними поспорить и по уровню жизни, и по умению воевать. Оказывается, ДНР будет соревноваться с Соединенными Штатами в социальных стандартах. И по уровню жизни, и по умению воевать. Американцы-то глупые, отстали на десятилетия. Но забугорным гостям не стоит унывать раньше времени. Как только дела плохо пойдут, есть человек, готовый сохранить самобытность Европы. Скажем любую помощь и поддержку для сохранения тех ценностей, тех делов, которых мы сами исповедуем. Для сохранения самобытности Европы. А еще Санек против демократии олигархов, но при этом очень любит Трампа. Логика она такая. Жесткая штука. За кого я болею на этих выборах? За Трампа. Трамп-то никакой не олигарх. Так просто бродяжка с Бруклина. Но в целом это был тот случай, когда час двадцать интервью пролетает незаметно. В естественной среде, среди равных по разуму, они смотрятся гармонично и даже мило. И только Клинтон второй день плачет в подушку. Не нравится она Саньку, а он, как известно, готов встречаться только с равными. Но где ж тебе, Сашок, столько недалеких самозванцев в тельняшке найти? Смотрите далее в программе. Обама сделал свое дело, Клинтон может приходить. Саммит большой двадцатки в Ханчжоу завершен. Лидеры обсудили самые острые проблемы. Китайский провал Кремля. Что касается нормандского формата, хорошо это или плохо, но другого варианта, хотя бы предпринять попытки урегулировали, нет. Почему победная многоходовочка в европейский кукиш превратилась? Французский лидер на своей странице в социальных сетях поспешил заявить, к тому же, о скорой встрече нормандской четверки. Это антизомби. Территория без пропаганды. В китайском Ханчжоу сегодня стартует саммит группы 20. В Поднебесной собрались лидеры крупнейших экономик мира. А Россия, в первую очередь ее президент, еще месяц назад были объявлены руководством Китая главным гостем нынешнего саммита. Во время просмотра российских новостей на этой неделе становилось понятно, почему именно в этой стране с небывалым успехом прошли 150 сезонов эпической программы «Дом-2». Путин встречается с Терезой Мэй, Путин встречается с Обамой, причем по просьбе самого Обамы. Лидеры западной держав сами хотят встретиться с Путиным. Который год подряд Путин с целым гаремом чиновников пытается построить любовь, ну хоть с кем-то, кроме ДНР и Южной Осетии. А федеральные каналы старательно лепят из хамовитой тетки в кокошнике всеми желанную молодуху-красавицу. Россия не просто перешла на новый уровень, а начала влиять на всю мировую геополитику. Естественно, что при таком творческом подходе к делу даже самые серьезные вещи они подают в полюбившемся народу стиле. У лидеров западных держав совершенно однозначное понимание, что многие вопросы без России решать невозможно. Вот спросите у жителей Самары, что там приняли на саммите Большой Двадцатки в Китае? Большинство включит смекалку и скажет, что, ну, водочки по 50 грамм вполне могли принять. Более продвинутые дополнят, что Россия договорилась с Китаем поставить пиндосов на колени. Повестку дня двадцатки будет определять Китай и Россия, как это ни странно, вы увидели, что происходит. И не надо думать, что это мы за деньги Обамы придумали, чтобы Россиюшку унизить. Просто откройте любой кремлевский ресурс и почитайте комментарии к сюжетам о саммите. Вот он наш человек, первый человек нашей великой России. Мы все как-то позабыли, в какой же мы недавно были. И посмотрите, как мужик все повернул. Респект. С другой стороны, а что вы хотите от людей? Что показывают по телевизору, то и говорят. А вы думаете, Киселев с верными эльфами заострял внимание на, мягко говоря, неудобных темах? Простой пример. Помните грозный спич царя после якобы терактов в Крыму? Нормандский формат в связи с этим потерял свой смысл. Это заявил Владимир Путин. Он считает, что если Украина перешла к тактике террора, то переговоры и правда бессмысленны. Что мы все тогда слышали, м? Да мамой клянусь, никакого больше нормандского формата. Конечно, в этих условиях встречаться в нормандском формате бессмысленно. До Китая федеральные каналы из штанов выпрыгивали, рассказывая, что, наконец-то, судьбу Украины будут решать без Украины. Мол, прозрели Меркель с Аландом, небось, Россию-24 по спутнику смотрят. Теперь Порошенко не может дозвониться до российского президента. Путин не хочет больше говорить с ним. И оказалось, если Путин не хочет, то весь переговорный процесс летит к черту. Но вот же незадача. Проходит тот самый саммит, и от бровады главного гостя не остается и следа. Нормандский формат? Да-да, ну, конечно, мы будем участвовать. Что касается нормандского формата, хорошо это или плохо, но другого варианта хотя бы предпринять попытки урегулирования нет. И поэтому, конечно, Россия этот формат будет поддержать. Наглядно, правда? Но ведь это всего одна из десятков подобных историй. Человек едет в Китай, потому что он нужен всем. Все мировые вопросы решаются только через Путина. Ну как таким президентом не гордиться? Российский президент, прилетевший сюда накануне поздно вечером, проводит переговоры в режиме нон-стоп. А что же получается на самом деле? Президенту, который якобы всем страшно нужен, насовали очередную порцию санкций по самое не хочу. Потому что «Газпром» в случае с Путиным, это даже не в спину удар. А, ну, в общем, вы поняли. Вашингтон расширил антироссийские санкции. В запрещенный список добавили имена 17 человек. Ограничительные меры распространились и на ряд крупных отечественных компаний, в том числе дочерние предприятия «Газпрома» и подрядчиков. Теперь просто минутка логики. Для окончательного понимания ситуации. Представьте, вам срочно нужен решало, без которого дела не пойдут. Многие вопросы без России решать невозможно. Что будет делать человек, чтобы решало ему помог? Логично, будет стараться всячески его задобрить. Но вместо этого Путина снова бомбят санкциями. Отсюда вопрос знатокам. Так, может быть, на самом деле решало он никакой не решало? Поэтому Путина ждали для того, чтобы указать ему место, его место в мировой структуре международных отношений. Но мы ведь говорили, что новости, выстроенные по принципу Дом-2, исключают огласку таких неприятных моментов. Там своя атмосфера. Какой там нормандский формат? Вон, Абамке Трап не подали. Что еще настоящему русскому патриоту нужно для счастья? Произошедшие в аэропорту Ханьчжоу сегодня обсуждают все западные газеты. К огромному самолету президента США не подали Трап с красной ковровой дорожкой. Хотя у других лидеров он был. А если мало ПРМО, то можно и про главного гостя напомнить. И там вообще отдельная песня из серии «Сами придумали», «Сами разнесли», «Сами загордились». Настроение Абаме вряд ли добавляли публикации китайских СМИ, которые задолго до встречи лидеров написали, кого считают главным гостем большой двадцатки. С другой стороны, зная, как Путин любит подарить Китаю то острова, то земельки русской километров с десять. Путин подарил Китаю спорные острова. Вполне возможно, что в Пекине его действительно больше всех ждали. Царь знает, что делает. Государство не обеднеет. Забирайте. Хотя по федеральным каналам о таких делах привычно молчат. «Ни пяти русской земли не отдадим!» Искандеры вон смеются. Причем так громко смеются, что граница с Китаем регулярно меняется. Россия подарила Китаю часть своей земли. Речь идет об участке площадью пять квадратных километров рядом с Уссурийском. Впрочем, тут все понятно. Денег, кроме Поднебесной, Москве никто давно не дает. Вот и приходится потихоньку расплачиваться земелькой. А чтобы лицо при таком позорном раскладе держать, нужно крику «Да побольше!» «Трепещи, Обамка!» Вон на днях с китайцами на Вашингтон пойдем! С другой стороны, если внимательно смотреть телевизор да газеты читать, то вполне может показаться, что скоро вся планета к Кремлю приползет, в ноги бросится, прощения просить. На вооружение российской армии скоро поступит оружие звездных войн. Звездных войн! Шутка ли? Новое оружие самородки наши российские изобрели, такое же, как у пиндосов. Ну, в звездных войнах. Небось, в свое время пиндосы еще и чертежи украли у русских. От этого оружия, Алексей, спасения нет. Изначально мы подумали, что к летающему топору просто научились привязывать гранату, но оказалось, что все серьезнее некуда. Внимание! Оружие это секретное оказалось с большими и мощными лазерами. Сегодня в куларах форума «Армия-2016» активно обсуждали строительство самолетов с мощным боевым лазером. А насколько большие? А насколько мощные? Мечтательно спрашивал Милонов. Но тут-то привычно подкатила зрада. Ша-соколики, молчать всем, все засекречено. Да так засекречено, что сами ученые не понимают, реально они самолет изобрели или просто день кафедры перепраздновали? Известно о новой военной разработке по понятным причинам, пока немного. В целом, ход, конечно, хороший. Орешь на всю Ивановскую, а потом такой, извините, но засекречено. Так можно и летающую подводную лодку изобрести. И снаряд «Снегирь-88» с лазерным наведением на трусики распятых мальчиков. Создание мифического вооружения. Ну, им осталось только сделать еще меч Люка Скайуокера и пойти рубать наши танки на передовой этим лазерным мечом. Звезду смерти построят еще, и будет империя наносит ответный удар. Причем, что интересно, похожую тактику каналы пропаганды и говорящие головы всех мастей применяют не только в вопросах оружия. Это раньше там факты были нужны до доказательства, а сейчас можно языком по стене елозить. Никто и плохого ничего не подумает. Российский Майдан. Планы. Организаторы госпереворота в России готовят его попытку на ночь с 18 на 19 сентября. Вот такой шедевр общественника Маркова без всякого сомнения открывает Кремлю новые горизонты. Думаете, как с оппозицией правильно бороться? Каждый день с кое-чем в новостях смешивать, а но ведь мало привыкли уже. Того гляди народ думать начнет и не дай бог поймет, что это не либерасты, их пенсионное накопление заморозили. Накопительную часть пенсии заморозят и на следующий год. Это сегодня подтвердилось заместитель председателя правительства Ольга Голодец. А так берешь, выписываешь на листочке всех врагов нации, а потом вешаешь прямо на условного Касьянова. И вот уже Азов вместе с партией Парнас собирается в Россиюшке переворот устроить. В Домодедово-то вон уже и Нулан с печеньками видели. Ага. С высокой вероятностью некоторые бойцы Азова примут участие в беспорядках по типу Майдана, которые готовятся на базе Парнаса. И не особо удивляйтесь, если завтра этот же клоун расскажет, что наблюдателями на выборах либерасты планируют поставить ИГИЛовцев. Не, ну а че? Азов не сможет, ИГИЛ да поможет. Смотришь на Маркова и думаешь, а где санитары? Почему они не едут? Эти работают на Америку, эти работают на Бандеровцев, эти работают на Инопланетян, эти работают на ИГИЛ, эти работают на заговор Муравьев, а эти прямые агенты рептилоидов. Если кто-то думает, что все это шуточки, да небылицы, можете смело расслабиться. Они не шутят. Только за последние две недели на федеральных каналах Парнас объединился с Азовом, а Леваду-центр, на которую сами ссылались годами. Ну а теперь к социологическому опросу, который провел Левада-центр в нашей стране. Вопрос был, кто является главными геополитическими врагами России. Вдруг объявили агентами Госдепа. Аналитический центр Юрия Левады включили в реестр некоммерческих организаций, которые выполняют функции иностранного агента. Здесь, конечно, все понятно. Распоясывалось это Левада-центр. Что еще за цифры о поддержке Единой России? В апреле за единороссов были готовы голосовать 42% граждан РФ. В июле эта цифра снизилась до 39%, а в августе составила 31%. Свидетельствуют данные Левада-центра. Вот раньше порядок был 120-130% поддержки. Впрочем, есть чуйка, что скоро и шутит на эту тему будет нельзя. Вон, в братской Северной Корее, где пока не замечены бендеровцы, мудрые правители решили запретить иронию и сарказм. Глава Северной Кореи Ким Чен Ын запретил жителям использовать сарказм в разговорах о правительстве. Согласитесь, сильный ход. Сарказм он вообще Америкой придумал, чтобы нормальные страны разваливать. Сегодня иронично о Путине говоришь, а завтра гей-парад проводить вздумаешь. Не зато деды воевали в общем. Где там пакет яровой? Срочно добавить иронию и сарказм. А после этого, эх, заживем, братцы! Смотрите далее в программе. Путинские солдаты вместо международных наблюдателей. Подожди, ТАПик звонит. Нас обстреливают, не стреляют. Нам доложить, что мы не стреляем. Зачем боевики выживают ОБСЕ из Донецка? На территории подконтрольной боевикам ДНР украли камеры ОБСЕ. Об этом миссия сообщила на официальной странице в Твиттере. Это антизомби. Территория без пропаганды. Жила-была бабка, сидела на печке, захотела бабка искупаться в речке. Пошла бабка на базар, чтоб купить мочало. Наша песня хороша, начинай с начала. Программа «Вести недели» открывает новый телесезон. Я Дмитрий Киселев. Смотрите сейчас. Народная мудрость гласит, что если долго смотреть кремлевскую пропаганду о войне в Украине, можно легко почувствовать себя, если не внучком Ванги, то ночной ищейкой из битвы экстрасенсов. Вооруженные силы Украины продолжают нарушать режим тишины. Новости готовят по принципу из пустого в порожнее. Раньше они хоть включали убогую фантазию и сказки про Блэк Вотер придумали, а сейчас разленились в край. Фантазия и цинизм украинского военного командования не перестают удивлять. Единственная от рада и старательный работник сотового уровня – это наш старый знакомый Эдик Басурин. Мы давно раскусили его тайну об интимных играх с утюгом перед сводками, но только сейчас у нас появилось шокирующее видео прямо из Донецкой ОГА. Ключ на старт. Есть ключ на старт. Зажигание. Есть зажигание. Конечно же, такие экзекуции не проходят бесследно. Басурин всю зарплату на подорожник дома Звишневского спускает. Однако есть от таких мучений и положительный эффект. Открылся у Эдички под воздействием температуры волшебный дар предсказателя. Хочу отметить факт подготовки территории химико-металлургической фабрики населёно Картондацкое, Полноводского района. К прибытии в период с 15 по 20 сентября запрещенных вооружений, личный состав ОССР до батальона. У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у, что через неделю будут укропы запрещенную технику, доличный состав гнать, а через две точку-У фосфора мазать. В период с 15 по 20 сентября... Может, хоть ТНТ на пацана внимание обратит? Такой талантище на битву экстрасенсов пропадает. Обращаемся к представителям ОБСЕ с просьбой зафиксировать факт прибытия запрещенной минским вооружений вооруженной силы Украины на 7-м пункт Донской. После 15 сентября... После 15 сентября... С другой стороны, с таким окружением Оракул Басурин может скоро в профессиональную ворожку переквалифицироваться. Вот сейчас Гугл освоит и будет Захарченко в беляши, что попало подливать. Ну а чё, стараешься, людей сказками радуешь, а полковника вон Гиви с моторолкой дают. Легенда Новороссии Моторола стал полковником. Легендарный Гиви стал полковником. Сидит теперь капрал с ластика до щеки отважности дует. Хорошо быть полковником. Вон, в Седово на учение Давича ездил, как бычков жареных бесплатно давали. Хотя, с другой стороны, и минусы есть. Не пишет полковнику никто. Ну хоть ты тресни. С другой стороны, а когда новороссам кумиру писать, если камеры ОБСЕ ещё не все украдены? Ещё когда только наивные наблюдатели привезли камеры наблюдения в Донецк, мы сразу ванговали, что их могут слегка позаимствовать. И говорят, вот в эту самую минуту Гиви с моторолкой дали праздничный салют. Осталось лишь придумать красивую версию, ведь сказать, что камеры ветром сдуло, это как-то банально. Но прошло время и оказалось, мы, конечно, без утюга, но тоже провиться немного. Не так ли, коллега? На территории подконтрольной боевикам ДНР украли камеры ОБСЕ. Об этом миссия сообщила на официальной странице в Твиттере. По информации из неподтверждённых источников, Союз гопников ДНР уже направил в офис ОБСЕ официальное письмо с просьбой установить плазмы, ноутбуки и планшета в пару. Исключительно для мониторинга за ситуацией, конечно. Конечно, высылайте нам ещё. Нам нужны ноутбуки, нам нужны оптоволоконные кабеля, нам нужен телевизор с вот такой диагональю, потому что моя девушка очень любит смотреть кино на большом микро... То есть для того, чтобы мониторить продвижение украинских войн. Вообще, отжимы всего, что плохо или хорошо лежит, для многих боевых новоросов уже превратились из приятного хобби в тяжёлый повседневный труд. Пока по телевизору соловьём поют, разливаясь о благородных шахтёрах и трактористах... Безоговорочно выполняем соглашения, достигнутые на переговорах в минском формате. Некоторые из них уже не особо стесняясь, вспоминают о своих подвигах. Когда наши волчевские заняли крупорушку, там от охранной системы осталась одна только сигнализация и работающая на ручном приводе ворота. Систему видеонаблюдения и все прочие ништяки демонтировали казачки до нас. Тут отжали, там распилили. А потом Лайф Ньюс приезжает, а ты такой закатываешь глаза и давай заливать. Боже, боже, вы гляньте, до чего хунта Донбасс довела. И все же понимают, что именно по такой схеме всё и происходит. Да и зачем вообще с натоптанной дорожки спрыгивать, если по ней уже больше двух лет налегке бежали? Вот и получается, что всё якобы новое на федеральных каналах – это хорошо забытое старое. Вот вам самый свежий пример. Мало вам снайперш литовских, мало дрессированных дельфинов, бандеровцев, так ещё и химическое оружие каратели применить готовятся. Согласно агентурным данным нашей разведки, выявлены факты подготовки Генеральным штабом Уоружённой силы Украины под руководством Уженко плана применения химического оружия на Донбассе. Народ из секты свидетелей диверсантов на мусоровозах, естественно, сильно напрягается. Одна рука интуитивно оттянется к марлевой маске, а другая к пульту от телевизора. Ишь, что подлая хунта удумала? Зафиксированы факты разгрузки на сельскохозяйственные склады, ранее используемых для хранения химикатов, контейнеров с химическим веществом, предположительно, зарином и притом. А пока под Покровском американские наёмники надувают специальные снаряды и притом, мы напомним, что подобного рода рассказки, мягко говоря, не первой свежести. Впрочем, посмотрите сами. В Киеве хотят применить против народа Донбасса химическое оружие. Получены сведения о разработке на территории Украины с помощью американских военных, специалистов, химического оружия. Если задаться целью, то такую подборку можно сделать как минимум на час эфира. Но главное здесь в том, что ни одного из этих обещаем, а мы клянёмся, в итоге не сбылось. О готовности применить оружие массового поражения украинскими силовиками, санкции киевских властей, но непременно будет доложена общественность. Ну а если осень пришла, погода хорошая и свежие отчётики придумывают лень, то запросто можно и баянчиком людей шугануть. Ведь именно страх и лежит в фундаменте недореспублики. Вы, бабушки, на цены и пенсию не смотрите. Вы лучше подумайте о том, что если, не дай бог, хунта придёт, то будет вас хлором да и притом травить. Вот ощущение осаждённой крепости, оно, конечно, снимает проблему того, что ботинки жмут, хочется кушать, в квартире холодно, а вода на вкус дрянная. Вот когда завтра и прит, то, конечно, и девушки отзывчивее, и нечего ныть. А если вдруг и этого мало, то всегда можно не стесняться, да ещё досыпать. Главное, уверенно так заехать, а народ уже привычно проглотит. По словам начальника управления народной милиции, сотрудникам удалось перехватить с начинённой взрывчаткой беспилотный аппарат, прилетевший с территории Украины. Слыхал, Михалыч, домайданились хохлы. Летать никто не хочет, приходится беспилотники переоборудовать. Где это вообще видано? Самая провозглашённая республика предполагает, что целью атаки должен был стать гражданский объект ВЛНР. Истерию разгоняли все коммунелей. И с каждой подобной новостью челюсть от удивления опускалась всё ниже и ниже. Ну а теперь мы вам кое-что покажем. РИА новости с гордостью рассказывают о российском беспилотнике «Орлан». Специальный технологический центр Михайловской военной артиллерийской академии представил в открытом доступе результаты эксперимента по созданию разведывательно-огневого комплекса. Но самое интересное дальше. Оказывается, эта птичка умеет ровно то же, что и те самые ужасные беспилотники «Укропа». И, о чудо, давным-давно применяется на востоке Украины. Скажем больше, что на украинских гражданах российский военпром этот аппарат и тестировал. Результаты эксперимента по созданию разведывательно-огневого комплекса на базе беспилотника «Орлан-10» и дивизиона самоходных 122-мм гаубиц «Гвоздика». А также результаты его боевого применения на Донбассе. Давайте с одного раза угадаем. Наверное, Захарченко, когда в Ростов ездил, тех же «Орланов» на сдачу взял. Ну а чё, военторги-то работают? Ну а если серьёзно, было бы наивно полагать, что отпускники сюда с голыми руками толпами прут. Это, кстати, подтверждают и сами боевые новороссы. Столько отпускников на собственном транспорте я ещё не видел, а подвалы доверху забиты приятными сюрпризами для ВСУ. И образцы, которые только проходят обкатку. Вот и получается, что вместо обещанного цветущего русского мира Донбасс превратили в элитный полигон для испытаний российской техники. А люди? А чё люди? Да плевать России на людей! И когда это всё закончится, даже гадалка Басурин не знает. Проникать Путину в голову он ещё не научился. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова